что можно а что нельзя делать при гайморите и какие современные методы лечения этой группы заболеваний которым мы все вместе буду называем гайморитом доступны у нас в республике об этом мы будем говорить сегодня это программа здоровья и прослуженные ведущие этого эфира бария туврынская приветствую вас всех здравствуйте спонсор проекта здоровья на канале rgvk дагестан многопрофильная клиника джамсин и 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 уважаемые друзья сегодня нам о диагностике и лечении гайморитов рассказывает большой профессионал в этой области человек который является председателем ассоциации от альарингологов дагестана заведующий профильной кафедрой дгм у доктор медицинских наук врач высшей категории заслуженный врач республики дагестан мы решили дальше не перечислять чтобы не занимать время передачи и так мой собеседник который готов отвечать на мои и на ваши вопросы телефон прежней шестьдесят девять сорок четыре семьдесят два юну скади асхабалей джамалудинов здравствуйте доктор здравствуйте давайте притворяться что мы только что увиделись и вот по поводу гайморитов вот какие заболевания входят в эту группу которую в быту мы называем гайморитами да это понятие гайморит это в обиходе это самое такое распространенное понятие он практически как правило к врачу приходит и сразу заявляет у меня гайморит ну уже сами себе диагноз ставят практически доктору делать нечего симптомы же мы читаем да в интернете все интересуются сами лечатся по домашнему по знахарски по всякому бывает но чего только не увидишь как какими методами лечат гайморит ну по другому говорят у меня насморк непроходящий течение длительного времени насморк вот что такое длительное нос не дышит течение длительного времени это означает что практически нос забит ну зачастую бывает то одна половина то другая половина ну и так тому я начал такой разговор по простому по как народ считает что у него гайморит а на самом деле в группу гайморит если организовать это все по полочкам разложить гайморит это воспаление только одних пазух которые расположены вокруг носа их много этих пазух по медицински это пазухи по народному это полости это гайморовые или верхние челюстные самые большие и часто воспаляемые вот это есть на самом деле гайморит но правильным по медицински назвать называть это верхночелюстным синуситом ну помимо этого есть еще лобные пазухи воспаление их называют фронтитом это самая болезнь на самом деле у кого острый фронтит он бегом идет к врачу так как сильные боли беспокоят невыносимые он даже на затрудненное дыхание внимание не обращает а когда начинает уже болеть голова это один из таких упорных болей в которых приходится нам разными методами снимать если мы если он не обратиться вовремя и не будем лечить этого больного там в принципе можем ожидать жизнеугрожающие осложнения вплоть до менингита вплоть до менингита так называемые внутричерепные осложнения менингит там воспаление вещества мозга энцефалит могут формироваться абсцессы и помимо этого еще внутриглазничные осложнения возможны иногда доводящие до слепоты вот с самыми страшными осложнениями с какими вы сталкивались за столько-то лет работы? ну самые страшные осложнения это менинга энцефалит абсцесс лобной доли мозга риногенный так называемый сепсис вот инфекция которая располагается в нищей линии рта чревата сепсисом сепсис в данном случае это риногенный причина в носу называем риногенным сепсисом вот эти внутричерепные осложнения зачастую они завершаются летальным исходом к сожалению неужели нельзя помочь ну если они вовремя обращаются да бывают случаи не буду называть но конкретно пример как молодой человек обратился к нам с сильными головными болями тошнота рвота несмотря на это он работник у него свой бизнес магазин не хотел бросить оставить эту работу на другого ну да на себя работают люди 24 часа в сутки пока сознание не потерял кошмар потерял сознание его привезли из города Хасавюрт в закоматозном состоянии но все наши попытки вылечить этого пациента к сожалению закончились не тем результатом который хотелось бы но могу похвастаться что последние лет пять если взят это чуть ли не единственный случай который завершился летальным исходом нам все таки удается спасать этих больных значит вовремя проведенная операция и после операционной проведенная интенсивная терапия в условиях реанимации мы подключаем сюда и неврологов подключаем и нейрохирургов подключаем окулистов вы совместно с нейрохирургами тоже конечно 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 вот эти болезни сложные тяжелые заболевания должны лечиться используя так называемый междисциплинарный подход сейчас это модное понятие практически особенно вот внутричерепных осложнениях они бывают у нас и на фоне хронического воспаления уха и на фоне хронического воспаления обострения синуситов там я уже до конца даже не перечислил гайморит фронтит этмоидит свиноидит вот эти заболевания народе которые объединяются под гайморитом но самые тяжелые из них вот свиноидите фронтите этмоидите они могут дать чаще эти внутричерепные осложнения так ну условиях реанимации совместно с нами с этими специалистами нам все таки удается выводить из тяжелого состояния и сохранить им жизнь но об этом люди не думают не думают что это просто у меня гайморит не лечится особенно в летний период времени когда у нас купальный сезон морской начинается морская вода это общеизвестно она инфицирована любители не ряд а получают обострение вот хронических гайморитов этмоидитов фронтитов свиноидитов и доводит до вот этих жизнеопасных жизнеурожающих состояниях трудно отказаться от моря лета чтобы увидеть наше море с края страны люди приезжают а мы живем здесь и очень сложно отказаться от цеплазма поехать искупаться в море людей можно понять другой вопрос вот как это делать с какой осторожностью если есть такая проблема как гайморит по крайней мере хотя бы не неряд чтобы голова была наверху чтобы не неряд вот это может спасти вот от обострений если по статистике сравнивать обострение хронических синуситов обострение хронических отитов в Дагестане это лето купальный сезон а в других регионах это зимой но все-таки у нас еще и большая разница температурная я имею ввиду на улице очень жарко не во всех регионах выше сорока поднимается в тени как у нас да и такие перепады мы приходим на работу кондиционер в машине кондиционер дома спим под кондиционером ну не все конечно такие неразумные люди как я вот скажите самые частые вопросы вот я себе выписала то что на форумах задают то что врачам задают самый частый вопрос как вылечить гайморит без прокола вот это то что интересует большинство потенциальных ваших пациентов ну это вопрос очень правильный вопрос он неоднократно обсуждается и на научных форумах к сожалению к сожалению вот прокол взять в нашей республике делается не всегда по показаниям то есть я когда провожу утренние пятиминутки на заседаниях общества и на других мероприятиях всегда говорю прокол сразу идти по поводу все не сида не нужно а какие показания сказать это же на рентгене это демонстрирует затруднение затруднений может показать отек слизистой полости носа. Очень часто бывает. При аллергических возомоторных воспалительных заболеваниях слизистой полости носа и при дачных пазухах есть затемнение. Прокалывает, ничего нет. Извините, что перебиваю. Когда я прихожу к рентгенологу, делаю рентген пазуха, и мне говорят, вот у вас гной там фронтит гнойный, у вас гайморит гнойный, то рентгенолог тоже может ошибаться. Но, во-первых, любой человек, который проводит исследования, не имеет права ставить диагноз. Он может предположительно мнение высказать, и то для коллеги врача. Но другой вопрос, что я-то до сих пор полагала, что на самом деле, если есть интенсивное затемнение в пазухах, это и говорит о том, что там гной? Ну, интенсивное гомогенное так называемое затемнение может дать, вот я сказал, выраженный отек слизистой, может дать гной, может дать, ну, киста или кистозное увеличение, расширение самой пазухи. И, к сожалению, интенсивное гомогенное затемнение бывает и при новообразованиях. Об этом чуть позже, у нас звонок в студию, говорите, мы вас слушаем, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы, и вопрос ваш? Я из Махачкалы. Вопрос. Я хочу задать вопрос доктору. Мне постоянно обостряется горло, хронический танзелит, гнойные пробки, я самостоятельно промываю фурателином. Что можно сделать, чтобы вот это закончилось? Есть вопрос? Да, я понял вопрос. Так, вот то, что вы говорите, самостоятельно я промываю миндалины фурателином. Ну, промывать миндалины фурателином, это невозможно. Вы сами, вы просто-напросто, наверное, полоскаете горло фурателином, а так промывание это может делать только врач, владеющей техникой промывания. То есть это не так просто? Миндалины сами пронизаны где-то в медицине лакунами, их называется, углубление, где скапливаются микробы и так далее, то, что надо промить. Там специальными конюлями, шприцами проводится промывание, вымывание все содержимое из лакун, но лекарства могут быть разные, и не только этим заканчивается лечение хронического танзелита, там есть целый комплекс после промывания обработка или массаж слизистая, после этого в физкабинет больной идет и получает определенные лекарственные препараты, стимулирующие организм борьбу с этой инфекцией. Самостоятельно лечит хронический танзелит, это неправильно, нужно обратиться к врачу, и чтобы он правильно провел комплекс лечения по поводу хронического танзелита. Еще один самый-самый часто задаваемый вопрос, если говорить о гайморите и обращениях пациента, как бы это неэстетично ни звучало, как вытянуть гной из носа при гайморите, не прокалывая? Очень популярен, особенно у нас в Дагестане метод кукушка, в народе так говорят, а по-медицински это метод проидца, перемешение тоже не совсем правильное медицинское, метод проидца. Ну, специальными устройствами создают отрицательное давление полости носа, при этом содержимое из полости, которая расположена вокруг носа, выходит в патологическое содержимое, там слизь, гной и так далее. Ну, этот метод в принципе хорош, если вовремя в начальной стадии начать лечение таким образом, помимо этого еще сосудосуживающие капли, чтобы естественно соуси расширились и оттуда выход отток был свободным. Иначе, если оттока свободного нет, гайморит не увеличишь, в том числе и фронтит, и этмайдит. Основной принцип это, чтобы восстановить проходимость естественного соустия. Сам организм слизистой пазухой, там мерцательные эпители, так называемые, двигается в сторону, выводит патологическое содержимое в сторону естественных выводных протоков. Ну, вот это есть метод кукушка или перемещение или, правильный по-медицински, метод проиц. Ну, здесь необходимо также отметить, что у нас очень часто есть же, все же к хроническому переходу недолеченные, неправильно леченные острые синуситы. Вот. Здесь каждая простуда сопровождается воспалением слизистой этих пазух. Если как правильно не начинать лечение, процесс переходит в хронический, но хронических синуситов вылечить консервативно бывает крайне сложно. Зачастую это все переходит в стадию хирургической лечения, нуждаются хирургическим лечением больных. Ну, при лечении острых синуситов здесь необходимо отметить самое популярное у нас это заболел, пошел в поликлинику, купил антибиотики и начал принимать. Тоже не решение проблемы. Если взять где-то очень много средств расходуется на покупку антибиотиков, но это идет не в пользу здоровью пациента, а наоборот играет отрицательную роль. На фоне длительного неправильно проводимого лечения антибиотиками приводит к другим более сложным воспалительным изменениям слизистой полости присоединяется грибковой флора, присоединяются другие микроби. Постепенно микроби не боятся наших антибиотиков, антибиотики наши уже становятся пустышкой. Если вот так бесконтрольно мы будем применять эти антибиотики, нечем будет лечить серьезные заболевания. К этому мы постепенно и идем, к сожалению. Есть некоторые регионы, где запрещено без рецептов выдавать антибиотики. А у нас на каждом любой аптеке можно купить любой антибиотик. Это неправильно. Что еще можно сказать о острых синуситах? Уже сказано достаточно много и обязательно нужно при острых синуситах обращаться к лорврачу поликлинику. А лорврач поликлиники решит здесь амбулаторно его лечить или стационарно? Или решит также проблему пункция ему нужна или не нужна? Как правило пункция гайморит пазуха не нужна. Если вовремя правильно восстановить естественное соустие, проходимость соустии, значит можно без пункции решить эту проблему. Как лечат гайморит в Америке? Как вылечить гайморит за три дня? Что нельзя делать при гайморите? Обо всем этом буквально через пару минут. Напоминаю, доктор медицинских наук, заведующий профильной кафедрой Дагестанского медицинского университета Юнускади Асхабалевич Джомаудинов сегодня с нами говорит о гайморите 69 944 72 звоните обязательно обращайтесь если у вас есть вопросы не переключайтесь мы скоро вернемся. Итак мы продолжаем после рекламной паузы и конечно по моему голосу совершенно понятно что лору врач с огромным опытом и во время рекламной паузы естественно консультировалась не могла упустить такую возможность вы тоже можете задать Юнускади Асхабалевич Джомаудинов свои вопросы 69 44 72 3 августа в среду мы работаем для вас в прямом эфире Итак Юнускади Асхабалевич вопрос заявленный до рекламной паузы как лечат специфика особенности лечения гайморита в Америке попросил телезритель передал через режиссера свой вопрос не только в Америке на западе приоритетное в лечении ну как уже с самого начала как в народе говорят гайморит в том числе и фронтитов и этмоэдитов и слиноэдитов антибиотики причем антибиотики там назначаются в достаточно больших дозах есть статистика такая в Америке на лечении ежегодно синуситов расходуется на антибиотики 6 миллиардов долларов внушительная цифра да внушительная цифра ну у нас тоже не меньше болеет у нас по статистике в год болеют где-то в среднем 10 миллионов людей острым синуситом естественно но у нас контроля сколько мы расходуем на покупку антибиотиков такой статистики нет я думаю что приблизительно если взять у нас тоже достаточно большое количество средств людей уходит на покупку этих антибиотиков у нас звонок в студию 694472 напоминаю вы тоже можете подключиться к нашему эфиру говорите мы вас слушаем здравствуйте алле здравствуйте здравствуйте откуда вы дозвонились можно узнать и ваш вопрос конечно мы хотели более конкретно посол для медицин понятно ваш вопрос вот я хотел узнать лечение полипов носа возможно лечение или все таки надо оперировать то есть без операции можно ли лечить полипы носа а возраст пациента возраст 30 лет есть вопрос да вопрос принимается спасибо за вопрос одна из таких нерешенных проблем от ренолиарингологии ну в целом и медицина это полипоз носа то есть ну практически вылечить полипы полипоз полипоз нереносинусит невозможно ни в одной стране нашей планеты я думаю что кто-то если придумает такое лечение сразу получит Нобелевскую премию так конечно основной метод лечения полипов к сожалению остается хирургическим вообще если проследить этапы лечения чем лечили полипы лечением полипов занимались еще античные времена ну постепенно конечно методы с появлением возможности эндоскопа осмотреть полос носа появление медицинских инструментов тактика менялась если достаточно вот даже до последнего времени лечения хирургии полипов носа было использование проволочных петель и других кусающих режущих инструментов так ужасно звучит доктор ну появился следующий этап в плане лечения начали применять гормональные препараты да я помню гормональные препараты и даже называли гормональные полипотомии но к сожалению это тоже желаемому результату скажите я все время хочу вас назвать джамалудином юноскотевичем с чем это связано скажите пожалуйста вот ну основной получается метод это хирургический но насколько это окончательная ситуация или бывает рецидива 30 лет это возможно вы меня остановили как раз я хотел перейти к современным методам лечения полипоза носа есть полипоз носа так по медицински если назвать контролируем течением и не контролируем течением но не контролируемые течения это многократно перенесенное хирургическим вмешательством многократное применение гормональных системных или топических препаратов последний последний год появились так появилась методика лечения полипозного риносинусита называемая Биологическая терапия или генно-инженерная терапия, по-разному называют ее, но этим методом пользуются в онкологии. Но мы переняли этот метод лечения полипозных риносинуситов. У нас есть достаточный опыт в этом плане. Ну, достаточно, если как сказать, мы только-только начали. Несколько регионов России занимаются этим, лечением полипов, вот генно-инженерной терапией или биологической терапией. Препарат достаточно дорогой, но результаты, то, что мы имеем, мы на нескольких конференциях уже докладывали о применении вот этих препаратов, биологических препаратов, есть результат хороший. У меня, к примеру, 9 полипотомий перенес пациент, ну, 3 инъекции с интервалом 2 дня подкожно, и после первой же инъекции он мне говорит. За 15 лет, которые он болеет, переносит полипы, первый раз я начал запахи ощущать. Я выспался, и утром мне пришлось вот долго вычищать, отхаркивать содержимое. Это все затекает в дыхательное горло. А так, объективно, если посмотреть, конечно, полипы не исчезают, не исчезли полипы, но они стали намного меньше, они стали плотными. Человек смог адаптироваться. Да, и дыхание восстановилось, сморщивание, уменьшение объема полипов. Ну, есть надежда на эти препараты. Ну, достаточно, пока еще не определено, в течение скольких времени он должен этот препарат принимать. Ну, у нас есть опыт первого курса лечения, 3 инъекции с интервалом 3 недели. Мы уже сейчас начали, уже второй курс по 3 инъекции этим пациентам назначат. Вы сейчас говорите о РКБ, об отделении. Да, о отделении. РКБ мы этот препарат применили, нам представили возможность безвозмездно проверить этот препарат. Вот смотрите, молодой человек дозвонился, да? Как ему по полюсу ОМС получить эту новую технологию? Потому что РКБ это все-таки третья ступень оказания медицинской помощи, и попасть к вам не так-то просто. Нет, ну, этих больных мы принимаем. Ну, если в сентябре он подойдет к нам, мы назначим ему этот препарат. Мы получили еще 12 упаковок этих препаратов, мы начнем. Так что, молодой человек, если вы нас смотрите с заведующим вороделением, даже если вы забудете, как зовут нашего сегодняшнего собеседника, это Юна Скадиас Хавили Джамудинов, заведующий вороделением. Заведующий вороделение другой, а тут подумают, что я у него должен задержать. Хлеб отнимается. Зав кафедры от аля рингологии, вот на базе РКБ, подходите, консультируйтесь, и, возможно, госпитализация, и пусть у вас все получится самым благоприятным образом. Юна Скадиас Хавилич, еще о современных методах. Вот что практикует Дагестан, что доступно дагестанцам из вот каких-то новых веяний, чтобы наименее травматично и с наилучшим результатом лечить гаймориты? Вы знаете, направления очень часто меняются в медицине. Было, я уже говорил, о проволочных методах лечения, о гормональных методах лечения. Ну, одним из первых в России мы начали использовать видеоэндоскопическую стойку работать и, естественно, функциональной, так называемой, ринохирургии. Значит, под контролем эндоскопов, специальными инструментами работать мы начали одним из первых в России. У нас было закуплено, еще битнес-министр Игорь Георгий Магомедович, он дальневидный был министр, он меня послал ознакомиться с этими методами. У меня номер один удостоверение по функциональной ринохирургии в России. То есть, вы первый человек, который этим занимался? Да, первый, который получил документ. А до этого 12 человек из России, и не только из России, и бывшего Советского Союза, были приглашены в Австрию, там профессор Штандбергер, у него они учились. И вот от них я получил эту информацию. Я вынуждена вас прервать, у нас звонок в студию, мы обязательно продолжим по новым технологиям. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Алло, ассаму алейкум. Алейкум салам. У меня такой вопрос, вот, два вопроса. Первое, у меня хронический танзелит, я делаю операцию, и вот мне врач, лор, сказал, что я должен соблюдать диету. И у меня, когда я кушаю острое, там, жирное, соленое, у меня воспаляются они. Это как-нибудь возможно вылечить? Это первый вопрос. И второй, вот, дети бывают, температура повышенная, обращаются к врачам, все анализы задают, всех врачей обходим. Ну, ничем помочь не могут. И в итоге советуют пойти в ЧОП. Вы, наверное, слышали, да? И как медицина относится к этой процедуре, вот этой вот продувания ЧОПа или как она? Спасибо большое за ваш вопрос, на самом деле. Да, на первый вопрос отвечу следующим образом. Ну, тонзелектомия, надеюсь, была произведена по показаниям. Иногда удаляют миндальни тоже по настоянию самих пациентов, запах изо рта уберите. К сожалению, некоторые доктора идут по воду этих пациентов, убирают. Но после удаления миндалин, тонзелектомии, слизистая ротоглотка, она меняется. Вот анатомически она становится истонченной. Так, поэтому малейшие раздражения внешние, там, острая еда, запеленный воздух, там, курение, все это очень вызывает неприятные ощущения в горле. Но это бывает, потому как он говорит, после приема острой пищи, вероятнее всего, у него не все в порядке с желудочно-кишечным трактом. Там так называемая рефлюксная болезнь. То есть там надо смотреть комплекс, а не только лорболизнь. Обязательно надо в первую очередь желудочно-кишечный тракт обследовать. Похоже, что идет заброс соляной кислоты и раздражение постоянной стабильной слизистой задней сцени. Давайте по поводу ЧОПа вы ответите после звонка, потому что человек висит на телефоне. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Хабалеевич, у меня к вам такой вопрос. Слышали, что у вас планируется конференция лор-врачей. Где и когда она будет проходить? Спасибо за вопрос. Вы предвосхитили мой вопрос сегодняшний. Ну тогда, наверное, продолжим отвечать на то, что касается, что ему порекомендовать. Просто взять... Мы сейчас говорим о предыдущем зрителе. Да, да, да. Шелочную минеральную воду пополам с кипяченым молоком пополам. Но в течение дня, как лекарство, вот эту смесь пить, по 2-3 глотка, при появлении неприятных ощущений, очень быстро и легко снимутся это ощущение, так как щелочь нейтрализует соляную кислоту и дискомфорт где-то все проходит. А так, конечно, надо обращаться к гастроэнтерологу, увеличить желудочно-кишечный тракт. По поводу ЧОПа. По поводу ЧОПа. Этот вопрос мне задают неоднократно и по радио, и в газете, и телевидении. Я на эти вопросы, на эту тему говорил. Начну с того, на моей памяти, несколько случаев после этих ЧОПИСТов, так называемых, дети попадали к нам в стационар с инородными телами нижних отделов дыхательных путей. Значит, это что означает? Это неудачно проведенный эксперимент. У них в арсенале все, что угодно. Разные инородные тела, арбузная семечка, косточки, шелуха семечки, кожура от яблок, брошь, все что угодно. Ну, что это такое? Ну, это ловкость рук. Ловкость рук. Не бывает вот так, чтобы дунул через нос, и инородное тело, которое там нет, выскакивает. А будто бы эта температура держится на фоне инородного тела, полости носа или носоглотки. Температура у ребенка повышается. В основном это вирусная, аденовирусная инфекция. И эта температура держится от 3 до 5-6 дней. Но пока вы эти процедуры получаете, температура спадает, а лавры получает ЧОПИСТ. То есть для вас это однозначно... Да, крайне отрицательно. Это чревато. Это не лечение. Это ловкость рук. Шарлатан. Ну, у ловкости рук есть противоречащие вашему утверждению выражения... Ловкость рук, я имею ввиду. Ловкость, я имею ввиду. Вот это выражение, ловкость рук и никакого мошенства. А там как раз-таки мошеннические действия все-таки есть. По поводу конференции. Что будет происходить? Чему посвящена? Ну, мы ежегодно проводим эти научно-практические конференции. Очередная научно-практическая конференция. Мы ее назвали межрегиональная научно-практическая конференция. Или 11-я конференция от улерингологов Республики Дагестан с международным участием. 5 августа в инновационном центре Калинина 44 мед. университета будет проходить эта очередная конференция от улерингологов. Приезжают к нам гости. Достаточно солидные маститые ученые. Одних только докторов, новых профессоров с докладами выступят. 20 из Петербурга, из Москвы и других городов России. Будут доклады из заграничных наших гостей, из Узбекистана, из Азербайджана. Приезжает делегация в этом году впервые из Белоруссии. Цель конференции. Эта конференция наша называется «Постковидная улерингология». Вот такая огромная тема. «Проблемы постковидной улерингологии». Будем разбирать, что мы получили, какие осложнения мы получили, чем мы столкнулись. И в последующем, наверное, впереди у нас еще не все известное, ясное. Из-за эпидемии, пандемии коронавирусной инфекции. Эти вопросы будут освещаться. И еще, как вы знаете, с этого года, чтобы получить аккредитацию, вы должны пройти обучение 144 часа на кафедрах профильных. И помимо этого, вы должны зарабатывать баллы, кредиты на этих конференциях. Ну, здесь нам удалось получить 6 баллов, 6 кредитных единиц для постдипломного обучения. Для меня это сложная тема. Я понимаю одно. Тема огромная. И обмен опытом именно в лечении постковидных осложнений, это, конечно, большой плюс. Ну, пользуясь случаем, приглашаю принять участие. Могут, кроме улерингологов, получить полезную информацию. Это первичное звено. Это участковые педиатры, участковые терапевты. Инновационный центр Дагмедуниверситета Калинина, 44. А когда? 5 августа с 9 часов регистрации там будет работать выставка. Можете получить определенную информацию на выставке. С 10 часов уже начинаем работу в двух залах. У нас звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вопрос ребенку 3 года, и у него хронический ренит второй степени. Без хирургического решательства можно ему выучить или как? Спасибо за вопрос. Сколько возраст? 3 года. 3 года. Ну, понятия хронический ренит второй степени не бывает. Но, вероятнее всего, у ребенка аденоидная вегетация. Аденоид второй степени. Без хирургии, если это просто ренит, конечно, здесь хирургия, особенно ребенку, абсолютно не нужна. Только консервативное лечение. А если аденоидом? Если аденоиды, то же здесь есть определенные показания к удалению аденоидов. Первое. Это много раз я повторяю об этом. Первое. Наличие аденоида плюс проблемы со слухом. Проблемы воспалительного заболевания уха на фоне аденоидов. Второе. Неправильное формирование зубочелесной системы. Вы видите, явно неправильно формируется зубочелесная система. У ребенка полуоткрытый рот, запавшие глаза, скважины с носогубных складок. Если он рот открывает, там высокое небо готическое. Ну, неправильное формирование. Неправильно может формироваться даже и грудная клетка. И вот основные... А, еще третий. Синдром ночного апноэ. Так называемый. Это во время сна ребенок неоднократно просыпается от нехватки воздуха. Как будто бы у него задыхается, останавливается дыхательная система, сердечная система. При этих трех состояниях показана хирургия. А в остальных случаях есть большая вероятность, возможность увеличить ребенка консервативно. Я думаю, что вы очень обрадовали телезрительницу, которая к нам обратилась. Уважаемые друзья, несколько минут осталось для рекомендации, пожеланий нашего доктора. После того, как мы увидим ролик нашего друга, товарища и партнера, спонсора проекта «Здоровье» на канале РГБК «Дагестан» многопрофильного клиники «Джамси». Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы продолжаем, вернее, завершаем наш сегодняшний эфир. и рекомендации, пожелания, может быть, обращения к вашим коллегам или к вашим потенциальным пациентам, к которым сегодня точно я отношусь. Что бы вы хотели сказать у нас козелскому лечению? Коллегам, что я могу пожелать? Коллегам, в первую очередь, здоровья, быть профессионалами своего дела, уважать свой предмет, и через уважение к своему предмету у вас прибавится количество пациентов. Будьте осторожны в плане назначения антибиотиков, по нашей специальности, будьте осторожны, прежде чем подумайте несколько раз, прокол больному нужен или не нужен. И в плане назначения антибиотиков тоже подумайте, когда нужно это назначать, когда не нужно назначать. И в пользу случая еще раз приглашаю вас на нашу конференцию, будет интересно, получите баллы, 6 баллов. Ну, здоровья, удачи во всем. А вашим потенциальным пациентам? Нам всем, что вы пожелаете? Может, порекомендуется? Ну, пациентам вовремя обращаться к врачам. Врачей достаточно много сейчас практически по нашей специальности. К сожалению, там в двух-трех регионах отсутствует районах лор-врачей. В основном все, во всех регионах есть лор-врачи. Вовремя обращайтесь к докторам. Самолечением не занимайтесь. Несомнительным людям, которые зарабатывают вокруг медицины, не обращайтесь. Ну, основное пожелание – не болеть. Будьте здоровы, счастливы. Удачи вам во всем. Спасибо за участие в сегодняшнем эфире, Инус Казиас Хабилиевич. Мой словарный запас пополнился еще одним интересным словом «чапист». Вам, как вы словотворец сегодня были, не только врач, вам лично здоровья, успехов. Пусть ваши ученики вас радуют, еще больше радуют вас ваши пациенты и окружают любимые люди, надежные, верные, которые вас любят и берегут. На этой светлой, позитивной ноте я эфир заканчиваю. Хочется сказать, что да, я приношу извинения за свой голос. Я призываю вас никогда не ходить больными на работу. То есть, как вот говорят родители своим детям, не делай, как я делаю, делай, как я говорю. Берегите себя, мне нравится, что есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!